После национализации «Приватбанка» доля активов государственных финучреждений в стране увеличилась до 52%. По словам финансовых аналитиков, до этого конкурентная борьба на рынке обслуживания физлиц велась в основном между «Приватбанком» и «Ощадбанком». Противопоставлялись два преимущества каждой из сторон – инновационность против госгарантий. Сейчас, после передачи в собственность государства «Приватбанка», в Украине появился современный технологичный, при этом государственный банк. У нас представлено очень много инноваций, которые планируются на протяжении данного года и следующего года. Практически все стратегии, которые были приняты в конце прошлого года, сегодня актуализированы, пересмотрены и с учетом доработок направлены уже в действие вводятся. Как и прежде, «Приватбанк» является самым крупнейшим банком страны. По мнению финансовых аналитиков, основной тенденцией нынешнего года в банковском секторе станет постепенное снижение стоимости ресурсов. Но, несмотря на уменьшение доходности, украинцам, как и раньше, необходимо сохранять свои сбережения и, по возможности, частично компенсировать потери, связанные с инфляцией, которая по результатам 2016 года достигла 12%. Бюджет на этот год страны предусматривает снижение инфляции к концу года, насыщение рынка стабильными украинскими банками, уход с рынка, значительное счастье банка, которые ввели невзвешенную политику в расставках, ведет к тому, что процентные ставки по вкладам в гривни и в депозитах и по валюте тоже будут снижаться на протяжении года. Времена высоких доходов по депозитам уходят в прошлое, говорят в финучреждениях, и добавляют, если сейчас воспользоваться еще выгодными предложениями банков, то можно зафиксировать действующую процентную ставку на весь последующий период – месяц, полгода или год. Максимальные ставки до 19 в гривне и 8 в долларах и до 7 в евро – это хорошие ставки, которые сейчас не каждый банк может предложить. Для клиента созданы все условия, которые позволяют ему получить максимальный доход от его сбережений. Это и интернет-банк, это и круглосуточное обслуживание у своему персонального банкира в телефонном режиме или через чат онлайн. Снижение депозитных ставок должно стимулировать восстановление кредитных процессов, говорят в финучреждениях. Причем не в части перенасыщенного рынка потребительского кредитования, а в части кредитования реального сектора экономики.